Простите, люди, врагов и судей, забудьте месть и горечь слез судьбы. Поймите, люди, войну и орудие отрежут путь для мирного пути. Эти стихи неизвестного поэта лучше всего передают суть дела, считает Андраник Малхасьян. По словам экс-чиновника, обвинение сфабриковано сотрудниками полиции. Его судят по двум статьям – за мошенничество и покушение на мошенничество. Прокуратура просит сурового наказания. Как тщательно предлагают назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы, если бы была не полония общего режима, со штрафом за тысячи рублей. Бывший руководитель отдела жилищного хозяйства УЖКХ Андраник Малхасьян стал известен благодаря скандалу с жилым комплексом «Ротонда». Тогда он представлял интересы застройщика, что запрещено чиновнику. Вы можете лишиться вот на этом. Если, скажем так, если большинство из вас будет согласна, и администрация это будет понимать, то тогда уже будет запущен конкретный процесс. За это Малхасьяну объявили выговор. Теперь же его судят за более тяжкое преступление. По версии обвинения, экс-чиновник предлагал покровительство, или, проще говоря, крышу управляющим компаниям. Так Малхасьян получил от коммунальщиков почти 900 тысяч рублей. Он представлял себя лицом уполномоченной администрации, скажем так, крышевать город Первоуральск, управляющий компанией города Первоуральск. Следующая схема, которую он разработал вместе со своим сообщником Дмитрием Колотовкиным, предполагала наживу покрупнее – порядка 8 миллионов рублей. Но провернуть аферу им не удалось. Малхасьяны Колотовкин оказались в СИЗО. Но оба в коммунальных махинациях виновными себя не считают. Я уже больше года нахожусь под стражей, хотя оснований на это нет. Что за этот год я пересмотрел свои ценности, действия, мысли, и что для общества и себя никакого вреда не несу. Что у меня огромное желание жить и приносить пользу окружающим. Точка в деле о коммунальных махинациях будет поставлена в понедельник. Суд вынесет приговор Дмитрию Колотовкину и Андранику Малхасьяну. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, НТРТВ.